Друзья, рад приветствовать. В продолжении темы по подготовке поверхности ванны к наливному покрытию давайте еще раз рассмотрим пример с первичной реставрацией старой чугунной ванны. Данный экземпляр в достаточно плохом состоянии. По бокам у нас ПВХ-бордюр, приклеенный на герметик. Герметик, понятное дело, сгнил. На дне у нас очаг коррозии, который когда-то, сколько-то лет назад, был покрыт краской из баллончика. И начинать любую работу, связанную с нанесением покрытия на ванну, необходимо с демонтажа любых абсолютно бордюров. Если только это не керамика, которая очень крепко держится и не пропускает воду. В данном случае бордюр просто номинально лежал, он практически не держался, и не снять его было бы просто преступлением. В районе смесителя отрезок бордюра вроде типа как бы мне показалось, что держится крепко, а на самом деле я просто уперся отверткой не в то место. На самом деле он точно так же отвалился и лежал там опять же номинально. Кстати, эти ПВХ-бордюры в достаточно хорошем состоянии. При демонтаже они не треснули, нигде не сломались, они уже запилены под размер. Соответственно, их нужно только почистить, и обратно мы их приклеим. Также какая-то нелепая ширма была приклеена на герметик, очень неаккуратно. Видимо, это для того, чтобы не заливалась вода. Хотя, если использовать штору необходимой длины, то этой проблемы можно избежать. Винт переливной части сливной системы сорвался, поэтому система будет откручена. Часто бывает, что резьба ржавеет и приходится выламывать. Тоже такая фишечка, имейте в виду. Далее, перед началом шлифовки очень важно острым лезвием. Для таких работ я всегда использую новое лезвие, потому что оно как по маслу срезает герметик. Полностью счистить старый герметик. Опять же, если использовать какой-то старый нож, то эта работа превращается в муку. Но если запастись лезвиями острыми и новыми, то никаких проблем. Буквально 10 минут и весь герметик счищен, причем полностью, даже в полостях за стеной. Только после полной очистки от герметика можно приступать уже непосредственно к шлифовке самой поверхности. И, кстати, обратите внимание, какой переход между гладкой и шершавой эмалью. Вот эта граница, она где-то 2 миллиметра. Это сделали моющие средства за несколько лет использования. Вот такую съели границу. Явный переход. По теме моющих средств, я думаю, нужно сделать отдельное видео. Тема достаточно живая. В этой подготовке я также буду использовать шлифовку двумя этапами. То есть, первичная шлифовка с жестким абразивным диском с жесткостью P80 и финишная шлифовка с помощью кораллового диска. Итак, первичная шлифовка завершена. И сразу скажу, что обычно при такой работе я использую диск с жесткостью P60, не P80. И второй раз на поверхности ванны остаются вот эти вот следы от подгорания абразива, что показывает, что все-таки диск нужно использовать с более грубой фракцией. Все-таки P60, P80 слабовато для эмали советской ванны. Закругленные части в этот раз я вообще решил не шлифовать с помощью диска и обработаю их коралловым диском для того, чтобы на закругленных частях на переходе не было вообще никаких граней, чтобы после покрытия акрилом ванна выглядела на все 100. И повторюсь, что финишная шлифовка делается только по причине того, что сейчас нет хорошего материала на рынке. Весь материал жидкий и, соответственно, жидкий материал полностью передает рельеф ванны. Соответственно, если будут какие-то грани и риски глубокие, то на поверхности акрила после застывания также все будет видно. При шлифовке, при финишной обработке коралловым диском можно минимизировать эту проблему. Да, эта работа занимает дополнительное время. В принципе, платить за нее заказчик не должен. Заказчик должен получать сразу хороший результат. И это тот случай, когда мастер своей квалификацией, своим опытом и своим временем заполняет недостаток в качестве материала. После финишной шлифовки оказалось огромное количество пористых мест на поверхности эмали. То есть покрыть, покрывать сразу же такую поверхность нельзя. Необходимо провести, нанести грунтовочный слой. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вся поверхность эмали имеет пористую структуру. Очаги коррозии на дне необходимо отшлифовать до блестящего металла. То есть чугун должен блестеть. Это показатель качественной шлифовки. Никакой специальной отдельной грунтовки при этом не используется. Только грунтовочный слой. Распределяется грунтовочный слой обычным резиновым шпателем. В моем случае широкий шпатель я куда-то потерял. И запасной у меня вот такой вот смешной какой-то детский шпатель. Но это лучше, чем ничего. Небольшое количество приготовленного материала, уже смешанного, надо вылить на дно. примерно грамм 400 и аккуратными движениями снизу вверх, сверху вниз, во всех направлениях, потом по горизонтали его втирать в поверхность. То есть для того, чтобы этот материал заполнил поры. Теперь послушайте. Отчетливо слышны щелчки. Это пористые участки, которые заполняются материалом. При заполнении происходит вот такой щелчок. Воздух выходит и щелкает. Поэтому имейте в виду, что поверхность иногда как губка. И как раз по этой причине такую поверхность невозможно хорошо отмыть. Каждый раз необходимо использовать все больше и больше химических моющих средств. И приводит это все к такой фактуре какого-то кораллового рифа. Далее коротко ускоренный процесс нанесения нырного покрытия. Ну, здесь можно даже по тому, что есть, понять, что подготовительный этап, то есть вот это вот место по краям, где нужно уделить больше всего времени, где нужно материал сгонять, чтобы не было подтека. И в моменте, пока я наносил, материал уже начал густеть. Вот, соответственно, он стал такой оптимальной консистенцией. И стало понятно, что покрытие ляжет хорошо. Кстати, на дне есть такая яма, то есть это брак отливки, такой горб, из-за которого не уходила вода. В этом смысле наливное покрытие очень хорошо решает эту проблему. Соответственно, где скапливалась вода, в этот раз там останется наливное покрытие. Ну и после застывания, скорее всего, вода будет уходить полностью. Ну, либо если она будет оставаться, то то количество, которое будет легко испаряться за несколько часов. И традиционно после окончания проверяем всю поверхность ванны на какой-то, на посторонние предметы, на волоски, на мусор. И я вот нашел один такой волосок. В целом, работа выполнена очень аккуратно, все довольны. И на следующий день я приду устанавливать новую сливную систему и герметизировать стык. Соответственно, приклеим обратно этот страшный бордюр, который там стоял. Посмотрите, как это будет выглядеть. И, дорогие мои друзья, я буду вас просить ставить лайк, подписываться, писать комментарии, потому что, оказывается, это необходимо для того, чтобы полезный контент, который я делаю, увидел как можно большее количество людей. Соответственно, таким образом мы сможем с вами как-то повлиять в целом на эту сферу, на рынок и искоренить колхозников и колхоз в целом. Все, друзья, я вас благодарю. Пожалуйста, задавайте вопросы, если что-то непонятно, я всегда всем отвечаю. Все, всем пока.